привет друзья я олег герт иллюстратор и в этом видео мы будем сами рисовать в программе photoshop вот эту иллюстрацию с джокером и далее я конвертирую с помощью программы adobe иллюстратор вектор и покажу что в итоге получилось с этой иллюстрации как ее использую какое изделие с ней сделали так что обязательно досмотрите до конца погнали когда они заказали эту иллюстрацию я начал готовиться я отсмотрел кучу кучу разных похожих иллюстраций в похожей тематике на сайте pinterest и be hands и нарисовал несколько видов скетчей и послал заказчику чтобы понять какая какое направление до нравится ему больше чтобы его начинать дорабатывать заказчику очень понравился первый вариант и собственно он неплохой такой довольно простой понятно да учитывая специфику изделия так раз кто что оказалось ему нужным и я приступил к отрисовки в этой иллюстрации поскольку мы будем переводить ее вектор я пользовался обычной стандартной кистью photoshop а я хотел сделать поставить сглаживание до кисти чтобы линия была более ровно почему-то photoshop несколько глюканул и эта функция мне не работала мне было лень перегружаться я в принципе нарисовал все без этой функции просто обычной кистью как вы помните у меня настроен стилус да что вот на этой кнопочке у меня ластик стоит поэтому я легко когда провожу какую-то линию когда рисую что-то легко стираю ее а просто нажав на эту кнопочку это позволяет немножко сэкономить время и не переключаться с помощью клавиатуры да на ластик или кисть я просто как бы рисую сразу зажав кнопочку стираю это очень ускоряет весь процесс иллюстрации поскольку масштаб изделия где будет использована эта иллюстрация довольно небольшой по моему вот такого размера получится само изделие я использовал кисть не очень тонкую то есть специально выбрал кисть толстую поэтому всегда очень важно понимать где будет использована иллюстрация да и очень важно понимать технические какие-то особенности возможности использования иллюстрации и также друзья не забывайте ставить лайк напомню что каждый лайк очень важен для автора контента то есть вы вот смотрите да и принципе я сам да так делаю когда смотрю какое-то видео ну порой становится ли немножко ставить лайк но обязательно сделайте это очень помогает продвижение канала и движение видео чтобы как можно больше людей увидела это видео и возможно это поможет им каких-то их рисунок иллюстрациях так что не жмитесь ставьте лайк если вам нравится разумеется и подписывайтесь на канал кнопочка вот там и вот и рисую контур всего рисунка и чтобы джокер не был такой довольно плоский я решил сделать затемненную область то есть затемнить ему правую сторону увести ее в тень сделать ее черным цветом так мне показалось выглядит немножко более драматичнее что ли также я утолщаю контур в рисунке в местах где на мой взгляд было бы хорошо выделить как бы иллюстрацию отделить ее от узора который я планирую сделать вокруг головы джокера и так принципе с головой я более-менее закончил теперь приступим к отрисовке узоров сзади него для того чтобы нарисовать узор позади головы джокера я использовал чтобы сделать такой ровный круг инструмент ellipse это входит в группу векторных инструментов фотошопе зажав кнопку shift я рисую идеально ровный круг располагаю позади преобразую его в растр чтобы можно было его стереть да собственно чтобы его линия не пересекала до линии джокера то есть он становится растровым объектом до этого был как бы условно векторным и вот эта вот линия а этого круга была собственно эффектом слоя и далее в этом круге рисую расходящиеся такие лучи с помощью инструмента векторного инструмента прямоугольники рисуют тонкую тонкую линию и уже клонирую этот слой до поворачиваю его на 90 градусов то есть делать такое перекрестие и вот таким образом я делаю делаю такие лучики то есть копируя и немножко поворачивая зажав кнопку shift вы получите такое более четкое четкий поворот да скажем так по определенным градусам это позволит вам сделать более-менее одинаковое расстояние между этими лучами далее я выделяю все эти лучики и нажимаю кнопку контур е то есть они сливаются в один объект но по-прежнему остается условно вектором дальше делаю маску слоя потому что я не очень понимаю возможно не придется где-то что-то подвигать и начинаю стирать те лучики которые находятся которые накладываются у меня на лицо джокера и на его собственную шапочку вот так принципе я сделал мне более-менее понравилось я решил немножко сделать еще более графичным изображение джокера я сделал такие подтенения до черным цветом на самой шапочки и сделал немножко толще эти линии на шапочке тоже опять-таки чтобы они не были такие тонкие и чтобы они были более графичные и выделялись собственно самой иллюстрации и далее переходим к узорам который вокруг собственно этого всего круга я использую инструмент симметрия там есть замечательные такие настройки которые позволяют рисовать прям очень много много дробных сегментов вы можете поставить сами количество тех сегментов которые вам нужно я ставлю центр этого инструмента симметрия а в середину моего круга и начинаю рисовать узор как видите я рисую всего лишь в одном месте в одном сегменте но все мои манипуляции все весь мой рисунок да он дублируется в каждом сегменте и сразу я могу собственно зарисовать площадь вокруг моего круга это очень очень убыстряет процесс и очень удобно в этом даже есть какая-то магия да ты рисуешь в одном месте видишь как рисунок продолжается в другом это очень забавно и вот в процессе я рисую стираю мне что-то не нравится я рисую опять то есть я подбираю тот узор который более-менее на мой взгляд смотрится гармонично опять-таки этим может заниматься очень долгий период времени и рисовать делать идеальный узор довольно долго но я в целом потратил на эту иллюстрацию порядка не соврать наверное трех часов сразу сторон моего узора до крест-накрест сверху снизу по бокам я вставил еще масти карт то есть это бубные ромбики до сердечки пике крестики потому что это джокер да это карты и заказчик не просил об этом и дальше я располагаю надпись собственно джокер да по бокам иллюстрации я выбираю шриф который мне понравился далее много доработаю то есть дорисую какие-то моменты чтобы он уже не был сильно похож на оригинал и теперь немного раскрашивают иллюстрацию опять-таки я должен пользоваться определенными цветами которые мне скинул заказчик потому что определенные технические ограничения есть у самого изделия итак следующий этап мы конвертируем мой рисунок в вектор для этого использую программу adobe иллюстратор открываю adobe иллюстратор открываю новый файл далее перетаскиваю изображение на этот белый холст и нажимаю на кнопку embed я сделал немножко крупнее чтобы четко видеть результат трассировки и нажимаю на кнопку image trace то есть трассировка изображения или трассирование изображения там появляется такое выпадающее меню где уже можно выбрать какие-то предустановки да как у брожения будет конвертироваться вектор я выбираю изображение а в черно-белые логотип потому что я специально чтобы сделать как можно более точный перенос растровый вектор до выбрал черно-белое изображение минуя цветные какие-то области которые потом решил доделать уже в векторе и когда вы нажимаете до преобразовать в черно-белое лого появляется вот такое меню там можно поставить галочку отображение превью чтобы вы четко видели как преобразуется растр вектор и уже там куча куча разных настроек которые можно собственно визуально гонять туда-сюда влево вправо эти двигунки и видеть как изменяется изображение насколько она четко переводится вектор где-то можно делать его грубее где-то более сплавнее да скруглять какие-то углы ну то есть чтобы выбрать результат который вам нравится если у вас возникли какие-то вопросы обязательно пишите их внизу под этим видео я обязательно отвечу на каждый ваш вопрос также там есть замечательная галочка игнорировать белый цвет и вот собственно когда результат трассировки мне более менее понравился я нажал применить и далее следующим этапом я начал прорабатывать всю иллюстрацию поскольку все-таки есть какие-то определенные погрешности до при переводе джипега до растов изображения вектор где-то ли не совсем ровные и в принципе я где-то рисовали не так ровно как хотелось бы поэтому я везде прохожусь и какие-то точки узлы да я начинаю выравнивать где-то я убираю какие-то острые углы да и скругляю и где-то добавляю новые то есть по всем по всем местам где-то заостренные кончики там то есть прохожу и смотрю где-то какой-то взгляд мне цепляет какой-то момент не очень красивый да я начинаю его доделывать это довольно просто но на это нужно какое-то время потратить и потом уже в этом же векторном файле я доделал раскрасил мою иллюстрацию и так друзья вот так выглядит процесс нанесения иллюстрации на тот объект да где будет где планировал использовать его мой заказчик как видите это выжигается лазером по моему на прожиг одного изделия уходит порядка нескольких часов и вот такое вот изделие получилось в итоге это какая-то штука типа пятнашек да с гравировкой а сверху по моему довольно прикольно итак друзья надеюсь вам понравилось это видео вы почерпнули для себя что-то интересное и новое если да то ставьте просто лайк не ленитесь и подписывайтесь на канал если еще не подписаны пока увидимся в следующем видео